Пишем? Пишем Это большой тест-драйв Пропусти И вы смотрите Натуральное видео про автомобиль Рэндлер Рубикон Джип Джип Рэндлер Рубикон Друзья мои Мотор 3,6 литра Автоматическая коробка передач 284 лошадиных силы Рейстайлинговый дизайн У кого телефон У Сене Ты что, Павела Смеяна слушаешь, что ли, брат? Павела Ну-ка разговаривай давай по телефону Давайте Сбросилось Сбросилось Так Ну что, дорогие товарищи Автомобиль, конечно, не дешевый Давайте сразу заявим цену Цену сразу 1,8 1,8 Это не объем двигателя, парни Это цена этого автомобиля 1 миллион 800 тысяч рублей Да Но у нас, значит, версия Рубикон Означает, что это экстремальная версия То есть как? Ну это экстремальная То есть можно спокойно переехать человека Ростом, допустим, ниже 70 сантиметров Можно переехать карлика Нет, можно переехать карлика Нет, на самом деле Ну, понятное дело, что именно вот в этой комплектации Автомобиль предназначен для самых суровых испытаний Ну, в частности, водные преграды Реально, высотой, ну, глубиной получается Высота, глубина Тут вы сами выберете, что вам интересно Для этого у нас есть пачка сигарет Значит, друзья, мы здесь 76 сантиметров Механическое управление дифференциалом И подключением полного привода Сейчас мы едем на 4 хай То есть на заднем приводе, да? Да В принципе, машина достаточно бодрая Первое время пришлось привыкать к тому, что Конечно, база короткая И поэтому вот самое экстремальное, что можно себе позволить в городских условиях Это резкое маневрирование Потому что машина как бы в сторону поворота бросается Ну, практически целиком Вся Вот, то есть она не поворачивает Она как бы перелетает Справа налево Ну, и более того, длинная Ну, длинный этот стержень Как это называется? Стержень очень Рулевой Ну, и понятное дело, что Рулевая тяга Рулевая тяга Вот это оборот колеса Он как-то не заканчивающийся Потому что И это оправдано Потому что если бы руль был более спортивным и четким У нас бы металло бы постоянно по дороге А так как бы у тебя есть все-таки какая-то Какой-то шанс вырулить хоть куда-то Но ты ловишь автомобиль Да Значит, из минусов Чисто по электронике Поскольку у нас правила дорожного движения Уже как год скоро Подразумевает обязательную езду с ближним светом Надо постоянно включать ближний свет Нет ходовых огней в этой машине, к сожалению Потом что из минусов Зеркала недостаточно сферичные Да, они большие Ну, это американские зеркала Да, они большие Но при этом Есть мертвая зона даже слева То есть перестраиваясь влево В потоке Надо обязательно башкой покрутить Потому что не все, к сожалению, видно Да Значит, что еще здесь При этом, вот ты говоришь, американские зеркала А при этом, смотри Вот, например, однократное управление дворником Да, все-таки европейское Чистые, потому что у американцев наверх надо Да, мне очень понравился Единственный разбрызгиватель воды Очень хорошо брызгает Да, брызгает отлично И моет шикарно Значит, абсолютно, конечно, отсутствует аэродинамика у этой машины А она не нужна Да, да И мы не стали запариваться на съем крыши Не, ну мы снимем вот две части вот этой У нас есть отвертка? Она руками снимается Руками снимается? Конечно Очень хорошо Да Вот, потому что в этой машине вы получаете полноценный рамный внедорожник Одновременно и летний кабриолет, грубо говоря Да Потому что снимаются двери Все снимается И переднее стекло кладется Вон там на капоте у нас специальные подушечки, да, резиновые Ну, к сожалению, мы по комплекции с Сергеем не очень похожи на спасателей Малибу У меня есть розовые трусы сейчас Да ладно И розовая, кстати Да ладно Я спасатель Малибу Малибу Значит, достаточно хороший звук магнитола Ну, еще бы Смотрите, есть Колонки сверху Нет, ну они встроены, потому что когда у вас не будет крыши Вы хотите, чтобы я включил музыку? Я, собственно, для вас приготовил песню Давайте Давайте послушаем музыку Мы как спасатели Малибу Да, и спасатели Это не музыка спасателей Малибу Музыка с разрешения экрана сзади Брат, это аналоговый экран Смотри Янтарный луч рассвета Застыл в моем окне Но несмотря на это Много грустно мне Ой, какая хорошая действительно День наступил и значит Все на своих местах Но как-то все иначе Сегодня все не так День рождения Праздник детства Это музыка Игоря Николая Вот я лично представляю себе А представляете, как у него волосы развиваются Когда он и усы прямо Усы прямо в рот лез Вот так вот И он едет и поет эту песню С Тахой Королевой Прямо Нет, там уже Там уже не так Ну какая-то вот эта молодая Какая-то по Майами У него же есть квартира в Майами И он прямо И с гитарой сзади Класс Белый штанат Станар Ворачиваем Не, ну крышу мы сейчас разберем Обязательно И сделаем проезд Чтобы красивый кадр Был без крыши И сделаем проем Проем в крыше Да, ну в целом, друзья мои Несмотря на шины Кстати, специальный Гудьер Ренглер Машина достаточно хорошо управляется Более того, шины не шумные Заметьте, для такого этого Нас постоянно, кстати говоря Обвиняют, что мы путаем радиусы диаметра А нам это не важно Неважно Нет Радиусы это полдиалета И еще вас обвинили И меня в том, что вы сказали мне Что трехлитровый мотор В Peugeot 3508 стоит Я вам? Да Ничего подобного И я повелся и начал говорить Что действительно у вас А какой там было? А там 2,2 всего лишь Ну и прекрасно Да? Ну это, то есть, несущественно Это все такие мелочи Ребят, давайте вот здесь поставим Потому что это классная тачка Вот так? Да Сейчас Сеня будет разбирать А мы будем фиксировать Ну, Ксения Кстати, как тебе там сидеться? Сидеться-то Говори Нормально Нормально Так Вот здесь ручка еще Так Вы что, отсюда будете разбирать? Да А откуда еще? Все Все? Ну, типа того Так Подождите Да Ого Ого Давайте-ка я выйду из этого автомобиля Это Это автомобиль Jeep Wrangler Rubicon Сейчас Ну-ка Дай-ка Прочесть надпись Твою пошлую You are sexy When I'm drunk Ну че Не достается? Сейчас Расхерачат Эти Эти с любой машины Крышу снимут Ну и еще парочку Колеса Гудьер Wrangler И место На бампере Для лебедки Можно заказать себе Дополнительно Лебедку И вытягивать себя Откуда-нибудь Что-то не снимается крыша Да Единственным приколом Этой машины Таким технологическим Является Крышка бензобака Но в отличие от Например Французских аналогов Ключ Здесь не остается То есть вы Вставываете Достаточно Кстати Ретроспективный Ключ О! Смотри Ну-ка А куда крышу денем Чтоб кататься Вот здесь оставим Да ее ж сопрут Кто? Сеню оставим Снорожи 30 Вот эти Ну достаточно Очень просто Разбирается Ну там 6 защелок И 2 болта Которые крепят Снимается Так же Говоря И вот этот Пластиковый кузов Внутри Есть Вот Смотри Мягкая крыша Снимаются Двери И он превращается В полноценный Пляжный Такой Джип Для того Чтобы с девчонками Представляете Вкупали Ну кстати Без дверей На педали Смотреть не актив Как это? Ну а как? Представляешь Дверей нет Давайте попробуем И двери снять Не, не надо Двери снимать Почему? Не надо Почему вы не хотите Снять двери? Они кстати говоря Тоже легко снимают Сеня Ну чё Чё за тоска Ты в глазах Всего 26 А уже тоска Ну что Давайте проедем Осення Пусть сторожит А для Отличительным минусом Является то Что для хранения Крыши Нужно какое-то место Так что Если у вас нет Багажника Или большого Чего там Этого Чего? Антресоли Держи Ещё чуть-чуть Проедемся У меня есть ещё Пару песен Николаев Давайте Куда бы он засунул Давай А вот смотрите Очень интересное Строение Бардачка Он просто очень Давай Сейчас Следующая песня Спецсъёмки Таким вы Сергея Ещё не видели О Вот это песня Ну и кстати говоря Просто съезжайте Потому что внедорожник Этот преодолевает Любые препятствия Точно Вопросов Где его припарковать Не возникнет Никогда Немножко не видно Что там происходит Похож я на девчонку Очень Но пока Маргарита Какие виды Подождите Усядь Да подождите Вот Класс У меня волосы Развиваются Всё Всё Усядь Сейчас Будет Заток Это самое Правильно Пристегнись Значит Друзья мои Нет Конечно Это выдающийся Пляжный автомобиль Автомобиль Для того Чтобы чувствовать Лето А зачем Мы около милиционеров Ездим И как-то Хотим привлечь их Внимание Лето Ветер Так сказать Обязательно Нужно чувствовать Песок Нужен Морской Что-то Воздух Соль Песок Да И всё это конечно Создаёт ощущение Праздника В жизни человека Да Праздник Когда в вашей жизни В последний раз Был праздник Рустам Ильич Уж давно Не было Никаких праздников Да Да Ну дайте Вы впечатления Пожалуйста Свои Не Самый благостный Из минусов Я бы отметил Конечно же Не очень удобные сидения Почему? Ну неудобно сидеть Ну вот посмотрите Вам неудобно? Неудобно И вам неудобно сидеть И на водительском На пассажирском Может еще более-менее И за короткой сидушке Опять же Здесь Не Проблема одна Вот покажите Пожалуйста Посмотрите на педали Мне некуда поставить Левую ногу Нет уступка никакого Да То есть как бы Проталкиваешь ее вперед А она так никуда и не упирается То есть Какая-то бездонная Но это из минусов Но я не думаю Что по пляжу Где-нибудь в Малибу Либо в Калифорнии На Песчаном Или в Серебряном Бару Можно кататься более часа Да И что в этой машине Еще замечательного То что Она вроде с вида Да Ведь кого не спорят Что такое Ренгер Ну все скажут Ну это маленький такой Короткий джипчик А на самом деле он очень высокий Высокий Давайте Вот остановимся вот с желем Посадка выше чем джиэля Мы выше чем водитель джиэля Находится Реально Соответственно шансов выжить В автомобильной катастрофе У нас больше Тихо 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 Потому что у этих девушек Шансов выжить Вообще никакого не будет Давайте их же сразу же и спросим Прям вот прям раз И с места в карьер Давайте Давайте сразу Сразу и спросим Давайте быстрее Быстрее эти Спрашивайте Спрашивайте Девушки А можно вам один вопрос Про эту машину Вам нравится такая машина А чем вот Что вот в ней прикольного Она красная Да Ну а парни Которые едут в такой машине Они могут быть спасателями Малибу Да Правда А хотите с нами проехаться Вы к сожалению на работе Вы за плюшками да идете Понятно Вот Женщинам нравится Но когда они узнают цену В миллион восемьсот Понравится ли им Абсолютно угоняемая машина Потому что замков нету Нам надо пошевелить пальчиком Вот так Значит замков нету В стандартной комплектации Воруй что хочешь Хочешь аккумулятор снимай Хочешь бачок Хочешь воду Воруй Это американский автомобиль А где крышка Так ты бы снимать Снимать Не увлекайся Вот значит Мотор забит под завязку По саму я не хочу Ребята Ну поставляется в страну еще автомобиль С дизельным двигателем Объемом 2,8 литра Я бы его лучше купил Потому что Ну говорят тарахтит как трактор Не важно А этой машине не нужны Вот эти спортивные Надо думать Не ну ребят Представьте 300 лошадиных сил К сожалению Страдают все американские автомобили Да Этой болезни Пассивность Ну вероятнее всего Это связано еще и с наличием Кстати говоря 4-ступенчатая Это коробка передач Команд Значит нет Не 4 4 4 6 Кто вам сказал Значит короче Выясните 4 или 6 Значит расход Расход При спокойном движении 13 У меня получалось У него Понятно 15-16 Ну ребят Значит что касается Экстерьера Покажите Семен Классический Классический Резай Обратите внимание Классический вариант дизайна Две фары Нет Классический вариант дизайна Всех джипов Нет Две фары И семь прорезей В решетке радиатора Ты что Это запатентованная история Реально Семь прорезей Конечно А джипы эти появились В первых сороковых годах По заказу По заказу Сороковых Сорок первый Это сороковой год Да По заказу Правительства Соединенных Штатов А вы знаете Как расшифровывается Джип Как Потому что именем Женовицателем стало Для целого класса Семейских Этих автомобилей Как расшифровывается Джип Как расшифровывается Джип От аббревиатуры Пошло Какой Джип Нет Джип Пиви Перегонки Смотрите Они на перегонки Едут Вот это мощная Аббревиатура Джип Пиви Какая государственная заказ Государственная заказ Потому что Знаешь как государство по английски General General А J Откуда буквально Ну J Я говорю JPV А не JPV Я говорил Это JPV Нет J Потому что Пстали потом Они плохо разговаривали На американском языке И вот Ну в конце концов Они все были англичане Да Американцы Наши багажника нет Сабвуфер есть даже Парни Есть даже Сабвуфер с усилителем Оттуда и мычал Николаев Да-да-да Это сначала Опускается стекло И потом О Очень крепко Ну в принципе Ощущение от машины Следующее Ей похер Нет Вот идете сюда Все Понимаете Ты бы что Показал Нет Реально 70 сантиметров Представляете Специально Вот этот Вынесен Бампер Вперед Рассекателем Служен Лед рассекает Нет И вод рассекает Реально В основном Здесь используются В Америке Горные местности Для того Что бы по горам Ездить И они Подальше Подальше Сели Здесь горы Можете у нас Знаете У нас Гор нет Да По хорошему Ничем дизайн От предыдущего Поколения Не отличается Вот В основном Все изменения Коснулись Конечно же Интерьера Потому что На руле Появились Кнопки управления Магнитовой Значит Этим Господи Круиз контролем Телефона Потому что До этого не было Просто спицы были Вот Появились Хорошие Дорогие Ну типа Сидения Хотя Хотя Еще раз Напоминаю Нам с Серегой Серегой Не очень удобно Не очень удобно Вот Но в целом Вот это все Конечно вызывает Вопрос А вы залезьте назад Зачем Вот с той стороны С пассажирской Посидите Потому что Важно Как чувствует себя Нормальный человек Сзади А я ребенка возил Ребенок нормально Счастлив Чей Мой Че Временное Временное Удочерение Посмотрите Конструкция Передних кресел Которые двигаются Давайте Внимательно Смотрите Еще раз Внимательно Вот смотрите Они поднимаются Немножко Смотрите Вот видишь Эта часть Немножко поднимается Конечно Залазить в автомобиль Совсем неудобно Потому что Очень высокий порог Ну Вообще Нет места Если вот так Вот только сидеть Но если вы женщина У вас есть возможность Встать на колени И высунуться Головой вверх Блин Задом что ли? Вот так вот Прям раз Высовываешься И прям Ууу Ууу Вот так Если вы высунулись У вас возможность Здесь стать женщиной Дайте Дайте А Ууу Хе-хе-хе Брат Аж Зря Этой тачке Красный цвет дали Почему? Такой Как рубашечки Ваши Должно быть Ну классно Главное Спину не показывать Она балансатая Я понял Вот мужчина Хочет выехать Выпустить его Но он выйдет Он маленький совсем И он не сможет И вот они едут И вот так Все Воу Вот так вот Вот так вот Ну вот расстояние Как это вы делаете? Ну Прошу А так они делают? Примерно так Но сами не такие Да? Ну да Да Единственное покрасивше Чем я А так-то один хрен Правильно? Да И вот так Оу Ну вот музыка была бы Николаева Я бы Ключите Ключите На тебе Ставьте ключ Ключ кстати Такой Немножко позорненький Могли бы Поизящнее Вы видели Автомобиль завелся Вообще просто Внимание Без вашего участия Не понял Не Обычно требуется Нажатие на педаль тормоза Не-не А вы его не надо Заводить не надо Оставьте их половину Он просто заводится Ну хорошо Заводится Джип Давайте Делай с музыкой Вот А есть какой-нибудь Ну это плохой хит Вот перемотка Это назад вы мотаете А как вы мотаете Если вы не знаете Что вы хотите Я хочу бодрую песню Какую бодрую Вы хотите у Николаева Найти бодрую Это не бодрая Идет поиск трека Откуда у вас диск Николаева А это Николаев Какая-то херня Откуда у нас А вот девушки Которые были у нас С мнением Вот они несут уже цветы Девушки Ну погромче Я тебя признаться Не узнала Как ты изменился Повзросил Ну хоть так вот они Да, покажи Погромче, погромче А какого года эта песня? 86-й Вид сзади Не, вот такая может Кстати, так вот кривляться Брат, тебе даже вставлять Ничего не надо Выключай Давайте людей спросим А почему у вас Мокрые носки? Потому что я волнуюсь Стекло это? Ура Давайте женщин Давайте А, ну и хочется отметить Что вот при всех Про проходимость Про проходимость Не, ну проходимость Ну, парни Это прародитель всех внедорожников Ну, о чем можно говорить? Легендарная просто проходимость Не, ну действительно Посмотрите Любой американец Девушки, извините Можно вам один вопрос? Здрасте, девочки Красивые ноги Все замечательно Девчонки Нравится вот такой автомобиль? Ну, неплохо Посмотрите сбоку, пожалуйста Посмотрите Посмотрите Сейчас, девчонки Попсикола не согреется Все Посмотрите Хороший автомобиль Да Ну, а хотели бы Вот в таком прокатиться? В принципе? Нет Нет, ну теоретически Не сегодня На пляже где? Вообще да Да? Ну, а как вы думаете Вот если мужчина за рулем То чем он занимается в жизни Такой, в таком автомобиле? Что это? Мажор? Гомосексуалист? Нет А кто? Спасатель Вот что за мужчина Может такую машину купить? Ну, чем он по жизни занят? Плейбой какой Развлекается Ну да, развлекается Ездит туда везде Мужчина гедонист Ездит туда? А как вы думаете Сколько стоит примерно она? Ну, в рублях Если новая? Миллиона два Два? Три А вы кем работаете? Еще никем Никем? А учитесь? Да На кого учитесь? Эколог А вы? Государственное управление Точно? Да А права есть? Нет еще Будет получать зимой Ну, а если бы подъехал пацан на такой машине Сели бы с ним? Нет Почему? Ну, потому что мы не садимся в машину Серьезно? Мы иногда не садимся Правда? Да Хорошо, девочки Хорошо воспитаны Ну, счастливо Давайте, идите До свидания До свидания Да Да, Рустам Иванович Ну, смотрите Ну, единственный вопрос Не заслоняй Не заслоняй Я лучше Значит Единственный вопрос Следующий У нас был на тесте Автомобиль Land Rover Defender Который является Английским Английской реинкарнацией Ну, американец-то, конечно Более гражданская тема Более гражданская Автоматическая коробка передач Самая главная Есть в этом автомобиле Да нет Главное, что шире кузов Шире Удобнее Все Но Defender стоит на 500 тысяч дешевле Это что, за 500 тысяч терпеть стеснение? Думаете, не стоит? Чтобы я купец первой гильдии Ребята Минус автомобиля в чем? Нет багажника Сзади колесо Ну, колесо, ладно Если бы оно было в салоне Это было бы еще хуже Сзади сидеть негде Но в целом Фановый автомобиль С качествами прекрасного внедорожника Проходимость прекрасная Значит, давайте кого-нибудь спросим еще И на этом закончим А почему так? Потому что хороший автомобиль Опа Вот, пожалуйста, объявление Давайте покажем Или вернете Если А, вернете Заплачу как за новый Вот видите Утерян рюкзак Соловьев Алексей Евгеньевич Надеемся, что он нашел свой рюкзак Покажите телефон еще раз Пусть ему вернут Как новый телефон Да, теперь он нам тоже должен Алексей Евгеньевич За рекламу Давайте позвоним Давайте позвоним И что спросим Скажем Мы показали Нет, скажем Мы показали Твой телефон В программе Денушка в розовом Сейчас, сейчас Погоди, погоди Сейчас будем брать девчонку В розовом Какая у нее грудь такая Какая такая Юношеская Юношеская Грудь в юношеском разряде Сейчас спросим Ой, прям такая Прям молочная Ай-яй-яй-яй И вот такая Отвечать на ваши вопросы не будет И она в купальнике разгорает И верните, пожалуйста Простите, пожалуйста А можно вас на одну секундочку Про эту машину Здрасте Он вот в социальном плане Какой? Кто он по статусу? Где может работать, например? Естественно, наверное Выпендрюжник какой-нибудь Выпендрюжник? Ну, мажор, барыга Ну, не барыга Гедонист А вы бы вскочили в тачку К такому мужику? Ну, зависит от мужика Это не вопрос тачки Ну, надо сразу ориентироваться Он приостанавливается Говорит Поехали со мной Ну, нет, будет зависеть А было дело, что вот машина останавливалась И вы прыгали в тачку К незнакомому? Нет Ни разу? Правильно Очень разборно И сколько стоит такая машина? Понятия не Ну, примерно По ощущениям Ну, вот ощущениям Я пешеход, я не ориентировалась Ну, вот тем более Вы же знаете, сколько стоит Золотое кольцо? Или там чемодан? Нет, не знаю Ну, нет Хорошо Спасибо, пожалуйста Спасибо Добрый день Извините, пожалуйста А можно один вопрос Вот про этот автомобиль вам задать? Один вопрос Буквально, девушка Один вопрос Ну, как же так Какой прекрасный педикюр И прошел мимо Я, кстати, относительно недавно Выучил слово педикюр Почему? А шелак вы выучили? Шелак я с детства Шелак Нет, это я не могу А как засовывать ногу в эту сушилку? Какую сушилку? Ну, сушите тебе Там же лампа такая Да ладно Вы себе делали педикюр? Не знаешь, что такое шелак? Там весь прикол-то в чем Брат, делают не только для ног шелак Делают и для рук Для ног и не делают А, не делают? Ты что? Как раз и для ног и делаю И для ног, и для рук Короче, давайте зайдем в салон Зайдем, сделаем себе швак Этот, маникюр Какого цвета? Ну, прозрачного А? Какая низость какая? Это низость Ну, нас считают все и так гедонистами Ну, что, вы хотите этого римляния спросить? Римляни? Давайте спросим Давайте римляния спросим Извините, пожалуйста, Грайси А можно один вопрос Про этот автомобиль вам задать? Как вас зовут? Сергей, я на счет этого автомобиля Чего не смогу сказать Не-не-не, нам чисто Главы торопят Что он сказал? Какая разница, куда? Вот, видите, какие неконтактные люди Нет, он остановился Сказал, как его зовут Потом узнал вас И сказал, я вам ничего не скажу Да не узнал вас Это вам проблема Это проблема Это вранье Так, сейчас Сейчас вот девушка в зеленом капре В зеленом? Девушка в зеленом капре В зеленых капре, я сказал Какая-то тухлятина сегодня Тухлятина, друзья Тухлятина, я танцевал весь выпуск Нужен какой-то, какой-то Не-не-не, девушка в голубом Голубом Хорошо Голубом Но она тоже не остановится Почему не остановится? Как она несет свою постаревую тему? Тело отлично Да, отлично Вы так не говорите Любая девушка имеет Привлекательность Простите, пожалуйста А можно вам один вопрос про эту машину? А как вас зовут? Вика, а можно вас просить Сбоку посмотреть на нее? Нравятся вот вам такие автомобили? Ну, мне нравится Ну что, а у него какая машина? У него самант Самант? Этот, этот, иранский? Да А вот цвет этой машины идет такой? Идет Красный? Ну вот, а если бы рядом с вами осталась такая машина И вам сказали, девушка, поехали с нами Как вы думаете, какого рода занятий мужчина там внутри? Вот кто такую машину может купить? Ну кто органично смотрится? Менеджер, наркоман? Нет Повеса? Ну как вы думаете? Я думаю, какой-нибудь активный молодой человек Активный, да? А сколько, как вы думаете, он стоит? Примерно, по вашим ощущениям, такая машина? Не могу знать Ну, вы знаете, сколько саман стоит? Нет Он скрывает от вас муж? Нет, нам ее подарили просто Подарили машину? А кто вам подарил машину? На свадьбу На свадьбу? Круто Вот это круто Ну, примерно, как вы думаете, по ощущениям? Вот так вот, не меньше, скажите, он может стоить Ну, я думаю, не меньше полутора миллионов Спасибо вам большое Спасибо До свидания Слушайте, вот это, а мне на свадьбу чего подарили? Мне под нихрена не подарили А мне подарили, я понял Что? Видеозапись с вами? А ладно Что, серьезно?